Дарья Шурик Дарья Шурик Дарья Шурик стекут, допустим, одиноких женщин, то, очевидно, этот процент будет выше, потому что данные исследования никогда не проводились. Потому что по закону в нашей стране женщина, не состоящая в браке, также имеет право иметь ребенка. Какая-то тенденция за последние годы может просматриваться? Идет ли рост бесплодных пар, либо наоборот, он сокращается? Единственная страна, где имеется метрика с 18 века, это Великобритания. Так вот, индекс фертильности, то есть это способность до 25 лет к зачатию в течение одного года при регулярной половой жизни равнялся в те далекие годы, то есть примерно 3 века назад, 55%, сейчас в Великобритании в районе 17%. То есть по нашей стране не ведется такая статистика? Есть ли увеличение или нет, вы не можете сказать? У нас есть статистика, каждая пятая супружеская пара, да. Я имею в виду, если рост, например, за последние 10 или 20 лет, меняется как-то эта тенденция, увеличивается или нет, не можете сказать, да? Нет, таких данных на сегодняшний день нет. Когда паре ставится вот этот нехороший, да, страшный для них диагноз бесплодие, по каким признакам может доктор им вот такое поставить? Ну, во-первых, мне хотелось бы обратить внимание, что путают понятия на сегодняшний день, и эта путаница связана с тем, что всё, что связано с проблемой зачатия, появится бесплодием. Я своих коллег отговариваю от этого слова, чтобы они его не употребляли при общении с пациентами. Почему? Потому что на самом деле бесплодие может называться только стерильность. Да, это и есть бесплодие. А существует ещё такая форма, как субфертильность, то есть это неспособность зачатию, которую можно преодолеть, используя различные методы. Абсолютное бесплодие связано, как правило, или с врождёнными заболеваниями, отсутствие какого-то репродуктивного органа. Это понятно. Допустим, нет матки у женщины, ну, или каких-то органов у мужчины. Тогда действительно речь идёт о стерильности. Но в этом случае тоже можно помочь. А в случаях же субфертильности или инфертильности, то есть когда какие-то заболевания или состояния мешают зачатию, помочь можно ещё с большей эффективностью. Если брать в сторону, скажем так, причины врождённого характера, каковы в основном причины бесплодия сейчас? На сегодняшний день причины бесплодия остаются примерно одинаковыми, как они были всё время на первом месте. Это всё, что связано с поражением половых органов различными инфекциями или интоксикациями. То есть общеизвестный факт негативного влияния инфекционного паратита или свинки на половые клетки. То есть связано это прежде всего с интоксикацией. То есть любые формы интоксикации или инфекции негативно влияют на клетки. Вторая причина — это гормональные нарушения. Как правило, они носят врождённый характер. Ну и в ряде случаев приобретённый также, возможно, в течение жизни, если какие-то из желёз внутренней секреции, допустим, щитовидная железа, плохо работает, то тогда, естественно, могут быть проблемы с зачатием. Нужно отрегулировать данную функцию. На третьем месте по проблемам, которые препятствуют зачатие, зачатию, естественно, является возраст. И один из мифов, который пропагандируется средствами массовой информации о том, что можно подождать и получить беременность в любом возрасте, дело в том, что можно сохранить прекрасный внешний вид, если заниматься спортом, если прекрасно питаться. Но, к сожалению, человек может выглядеть на 35 лет, но клетки будут в возрасте 40 лет. А после 35 лет начинаются проблемы, и у женщины, и мужчины, связанные с зачатием. Вообще эти проблемы формируются после 25 лет. 27 — это уже определённый возраст. То есть идеальный возраст — это до 25, правильно? Да, считается так, да. Для клеток половых идеальный возраст — до 25. Потом начинаются у каждого эти изменения, идут по своему пути. В одном случае данные изменения могут произойти достаточно быстро. То есть и до 35 могут быть проблемы, связанные именно с половыми клетками. Для того, чтобы вообще мы получили хороший эмбрион, получили зачатие и дали здорового ребёнка, должны быть здоровые половые клетки. Поэтому всё, что влияет негативно на любые клетки, влияют в первую очередь негативно на половые клетки. Почему? Потому что они в первую очередь подвержены воздействию негативной, как среды, радиации, химии и так далее, и так далее. Страдают в первую очередь половые клетки. И поэтому функция эта с возрастом, плюс какие-то ещё внешние факторы, естественно, чрезвычайно страдает. И единственный способ сохранения в этом случае клеток здоровых – это сохранение криоконсервации. То есть можно провести криоконсервацию сперматозоидов, можно провести криоконсервацию яйцеклеток, можно сделать криоконсервацию эмбрионов. И совсем недавно разработаны очень сложные технологии, которые используются у пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями. Можно заморозить авариальную ткань. И это называется отсроченное зачатие. Мы сейчас говорим именно об отсроченном зачатии без заболеваний. Но тогда эффективность ЭКО в разы выше, чем если мы будем использовать клетки в позднем репродуктивном возрасте, которые наступают после 35 лет. Именно поэтому до 35 лет могут быть использованы клетки для донорства. После 35 лет ни мужские, ни женские клетки не могут быть использованы для донорства. Алексей Викторович, вот как раз прозвучала из ваших уст эта фраза ЭКО – экстракорпоральное оплодотворение. Расскажите, пожалуйста, что это такое, что это за метод, что он из себя представляет? ЭКО – это многоступенчатый, достаточно сложный процесс получения. Цель этого метода – получить эмбрион. В том случае, если какие-то заболевания или состояния, ну какие состояния могут мешать, допустим, беременности? Прежде всего, занятость мужа. Даже так? Да, это одно из показаний в Европе. Дело в том, что, допустим, муж не может попасть в то время, когда необходимо провести зачатие. То есть вот это состояние – занятость мужа. Можно провести криоконсервацию спермы, и тогда спокойно провести оплодотворение экстракорпоральное и получить ребенка. Ну, а заболевания понятные. Надеюсь, какие могут быть? Прежде всего, связанные с поражением внутренних органов. Если это посвоспалительные заболевания, поражаются маточные трубы. Если, допустим, это связано с какими-то длительно текущими эндокринными заболеваниями, может нарушиться функция яичников. Тогда один из этапов ЭКО проводится как раз-таки нормализация функции яичников с помощью стимуляции. Итак, ЭКО включает в себя следующие этапы. Первый – это устранение тех причин, которые могут препятствовать беременности женщин, как наступлению, так и протеканию. Что это за заболевание? Ну, в первую очередь, это какие-то инфекции, потому что внутриутробное инфицирование эмбриона на ранних стадиях приводит к его неразвитию или самопроизвольному аборту, а в последующем это может привести к преждевременным родам. Далее, опять же, нормализация эндокринных каких-то заболеваний. Кроме этого, может быть врожденная патология, которая препятствует вынашиванию беременности, расположена непосредственно в матке, перегородка матки какая-нибудь, допустим. Ее надо удалить. Почему? Потому что это будет мешать вынашиванию. Когда мы все сделали, провели диагностику, это первый этап ЭКО, самый трудный. То есть нужно учесть все факторы, которые могут негативно влиять на последующее развитие беременности. Следующий этап – это проведение контролируемой гормональной стимуляции. В своей практике нам повезло, мы используем рекомбинантные препараты, то есть препараты, которые практически на 100% идентичны тем гормонам, которые вырабатывают мозг или же половые органы женщины. Я правильно понимаю, гормональная стимуляция всегда при ЭКО проводится? Гормональная стимуляция повышает эффективность ЭКО. Почему? Потому что первая беременность, полученная без стимуляции, первая беременность, которая закончилась неудачно, была получена после 10 тысяч нестимулированных циклов. Эффективность вне стимуляции чрезвычайно низка. Мы можем сделать также ЭКО и без стимуляции, но эффективность очень низка. Индекс фертильности человеческой популяции до 25 лет 18%. То есть в течение года всего лишь 18 зачатий заканчиваются родами. Но это в возрасте до 25 лет и при отсутствии заболеваний. Если есть любой негативный фактор, он снижает этот процент. Поэтому если мы будем проводить без контролируемой стимуляции получения яйцеклеток, мы очень получим низкий процент рождения детей. Поэтому стимуляция показана. Почему показана? Потому что мы же хотим беременность в конкретном цикле. Но женский организм не настроен в каждом цикле на беременность. Но несмотря на это, с помощью лекарственных средств мы можем получить несколько яйцеклеток, и не все они одинаково подотворятся. В соответствии с этим не все они будут хорошо развиваться. И наша цель — проследить их развитие. Естественно, выбрать по нашим критериям наиболее хорошо развивающиеся эмбрионы и провести их селекцию. И тогда эффективность ЭКО у пациентов, которые имеют, как правило, несколько заболеваний, выше в два раза, чем у абсолютно здоровых людей до 25 лет. Что происходит после этого этапа? После, когда мы подготовили яичники для овуляции, вообще стимуляция просто для того, чтобы подготовить яичники к известному слову, для всех овуляций. Мы забираем яйцеклетки под легким наркозом. Благодаря нашим коллегам из Австрии, а конкретно Вильфриду Файтингеру, он создал и запатентовал методику, которая позволяет пациентке проводить забор яйцеклеток по пути на работу. Раньше для этого были очень сложные операции. То есть не нужно госпитализировать женщину для того, чтобы провести эту инкуляцию? Несколько часов. Достаточно для того, чтобы… Это безболезненная для нее операция? Как в момент самой операции, так и после? Это делается под хорошим наркозом, легким, который не влияет на самочувствие. Это травматичная операция. И благодаря нашим коллегам из Австрии как раз-таки на сегодняшний день полностью данный метод сведен к малоинвазивной манипуляции. После этого что происходит? После этого включается группа так называемых специалистов-эмбриологов. Именно они ответственны за то, чтобы каждый час следить за развитием эмбриона. И если упростить, что они делают, я могу сказать, ну, например, это то же самое, что ухаживают за ребенком. То есть они также меняют пеленки, обогревают, создают те же условия, которые соответствуют условиям, идентичны в матке. И даже лучше. Не выращивают эмбрион. Конечно. И плюс убирают за ним постоянно, что-то добавляют. Питательные среды в зависимости. То есть питают. А как долго происходит этот… Как долго выращивают эмбрион, чтобы его потом подсадить? Данный период длится 5 дней. Почему? Потому что наиболее эффективно развитие эмбриона, если мы его переносим на пятые сутки. В связи с этим, в настоящее время, если это не требует методология определенная, которая, ну, выходит за рамки ЭКО, есть определенные показания для переноса раньше, раньше пятых дней, почти в 99% эмбриотрансфер, перенос эмбриона в матку делается на пятые сутки. Вот перенесли эмбрион будущей маме в организм. Что происходит дальше? Она находится под наблюдением. Как-то особенность беременности есть при ЭКО и при естественном оплодотворении? Я думаю, что оптимально привести следующий пример. Нужно вести себя примерно так же, как чувствует себя женщина, когда эмбрион попадает в матку при естественных условиях. То есть ни состояние, ни ведение беременности никак не отличается абсолютно идентичное? Нет, абсолютно. Единственное, что необходимо контролировать, те заболевания, которые были выявлены на этапе обследования, индивидуальные, которые могут препятствовать и как-то изменяться. Ну, допустим, нарушенная функция поджелудочной железы, сахарный диабет. Значит, нужно контролировать состояние поджелудочной железы. То есть нужно не беременность контролировать, а непосредственно те заболевания, которые могут иметь... Состояние женщины, да. Да, изменяться в связи с беременностью. То есть это заболевания связаны с беременностью, но никак не с ЭКО. Вы чуть ранее сказали, что вот готовые эмбрионы можно заморозить. А это как-то может повлиять на, ну, если можно так сказать, на их качество, да, и на развитие в дальнейшем ребенка? Коротко нет. Данные исследования были проведены во многих странах Европы. Так называемые исследования, когда участвуют очень много различных клиник, институтов. Это десятки тысяч эмбрионов для этого были исследованы. И прослежены до возраста 18 лет. Ответ нет, не влияет. То есть никак не... Никак. Нет, криоконсервация не влияет. Нет, криоконсервация не влияет на здоровье детей, родившихся после криоконсервации эмбрионов. А насколько правда, что от ЭКО очень часто рождаются близнецы? Близнецы рождаются в том случае, если мы переносим более одного эмбриона. Но чаще, и вообще в Европе, законодательно закреплено, у нас нет данного закона, переносится один эмбрион. И поэтому вся технология... А сама женщина может попросить об этом, чтобы вот если она готова на двух детей... Мы переносим чаще один эмбрион, но если пациентка желает, мы можем перенести два. А вы скажите, пожалуйста, возможно ли при такой манипуляции выбирать пол ребенка, например, для того, чтобы исключить заболевания наследственные, которые передаются именно вот по половой принадлежности? Можно ли это делать? И вообще возможно ли это технически? Ну, данная процедура как раз-таки дает возможность получить при различных заболеваниях у родителей здоровых детей. Другого пути нет. И это называется до- или преэмплуатационная генетическая диагностика. И методология ее следующая. Она делается, естественно, по показаниям. В том числе, если мы имеем заболевания, которые сцеплены непосредственно с каким-то полом, определяется и пол эмбриона. Проводится операция на эмбрионе. Берется фрагмент его. И далее, учитывая, что на сегодняшний день достаточно долгие методики, но точные, необходимо провести развитие всех эмбрионов, сделать их криоконсервацию. И потом уже в следующем цикле переносятся отобранные и генетически здоровые эмбрионы. То есть я правильно понимаю, при процедуре ЭКО женщине подсаживается всегда, скажем так, самый сильный и самый здоровый эмбрион. Я правильно поняла вас? При ЭКО делается перенос или подсаживается тот эмбрион, который лучше всего развивается. Развивается. Да, конечно. Есть критерии. Соответственно, он, естественно, будет самый сильный, самый здоровый из возможных. Подскажите, пожалуйста, до какого возраста можно использовать этот метод, метод ЭКО? В нашей стране нет возрастных ограничений при использовании данного метода. Законодательное понимание нет, а действительно на практике насколько это целесообразно? До какого возраста это стоит делать? Но практика проведенных в настоящее время исследований свидетельствует о следующем. Там, где возрастные ограничения введены, в тех странах, где есть возрастные ограничения, когда государство оплачивает программы ЭКО, возрастной предел для женщин это 40 лет, и для мужчины 45. Почему? Потому что после этого добиться беременности можно лишь в очень малом проценте случаев. И кроме этого, высочайший риск рождения больного ребенка. Поэтому возрастные критерии, существующие на сегодняшний день, получены в результате также огромных исследований. Следующий, женщина это 40 лет, клетки уже после 40 лет, пациентки не используются. И мужчина 45, потому что один из мифов о том, что мужчина тоже может быть здоровым в любом возрасте. Это не так. Последние три года, вот поведены огромные были также исследования нашими коллегами-андрологами, и полученные данные следующие, резко возрастает риск рождения больного ребенка. Доказаны несколько заболеваний, но известно, общеизвестно является аутизм. То есть дети с данным заболеванием рождаются преимущества у мужчин после 40 лет. Даже если жена молодая. Есть ли противопоказания для метода ЭКО? Противопоказания для данного метода это те же противопоказания, которыми являются противопоказания для вынашивания беременности. И их перечень достаточно обширен. То есть любое заболевание, которое является противопоказанием для беременности, является противопоказанием и для ЭКО. То есть они абсолютно идентичные противопоказания. Готовясь к нашей программе, я в медицинской литературе встретила такую процедуру, которая называется ИКСИ. Вот чем она отличается от ЭКО, и что она собой представляет? ИКСИ данный метод имеет рождение в бельгийском городе Гент. В 1993 году было впервые получено беременность с помощью данного метода. И до этого единственными методами помочь мужчинам, которые имеют серьезное отклонение в структуре сперматозоида и также в других параметрах клеток был ЭКО. И при мужском бесплодии, которое легче гораздо диагностируется, но гораздо труднее лечится, ИКСИ был первый метод, который позволил миллионам мужчин, которые имели в тот период действительно факторы абсолютного бесплодия, получить ребенка и потом данный метод трансформировался. И сущность его заключается в том, что проводится операция сначала на сперматозоиде, затем делается операция на яйцеклетке, а потом делаются манипуляции по их слиянию. Это то же самое, что эндоскопическая хирургия, но только она проводится не у человека, а у клетки. Да, в этом разница. Но это делается также особыми инструментами, но они не видны на вооруженным глазах. Невооруженным глазом под очень серьезными увеличениями и под специальными микроскопами, для того, чтобы можно было их использовать. Если возвращаться к методу ЭКО, сколько раз женщина может прибегнуть к этому методу? Дело в том, что если у пациентки имеются какие-то проблемы с функцией яичников, ну или другие какие-то, которые препятствуют развитию беременности, то за счет ОМС она может сделать две попытки, когда непонятная ситуация, может получиться хорошо развивающийся эмбрион или нет. То есть методом можно воспользоваться по полюсу медицинской страховки? Да. Если мы подтверждаем, что невозможно в данном случае, то есть, допустим, имеется нарушенная функция яичников, и мы не можем использовать ее яйцеклетки, тогда используются донорские яйцеклетки. И данная процедура уже не оплачивается в ОМС. Поэтому, если мы говорим о общем количестве данных процедур, то обычно все беременны в течение четырех попыток. Даже если есть какие-то серьезные отклонения. Бывают больше? Бывает, да, но заведомо тяжелые очень заболевания, которые требуют чрезвычайных мер. Это изначально эксклюзивные какие-то заболевания, которые, допустим, требуют в 10-15 раз больше лекарственных средств и так далее. Это врожденная патология. Ну вот, как раз сказали о лекарственных средствах, а я имела в виду количество ЭКО, чтобы это было уже не во вред для организма. Ведь, я думаю, тоже есть предел, сколько можно бы говорить, что будет гормональная стимуляция. Есть какой-то предел, после которого говорят, что уже все, нельзя. Есть разум. Если мы не получаем эмбрионов, то необходимо изменять методику. Это возможно даже после одной попытки. Если мы видим о том, что дальнейшее... Что метод не работает, да? Да, то нужно переходить к другим методам, более эффективным для данного конкретного случая. Но максимальное количество используемых попыток, когда есть шансы, это четыре в среднем. Если есть какие-то проблемы уже заведомые, то две. Алексей Викторович, бывают ли осложнения при проведении ЭКО? Осложнения при проведении ЭКО носят крайне редкий характер. И можно свести к двум номинациям. Первое – это кровотечение, которое может быть из яичника. Но данное кровотечение может быть и при овуляции обычной у любой женщины, которая в середину цикла получает преэволюторный, а потом эволюторный фолликул. Разрыв его и приводит к кровотечению. И в связи с этим у нас проводится, так же, как и во всех других центрах, контроль данного осложнения. От него никто не застрахован, но по нашей статистике он встречается менее чем в тысячной доле случаев. И второе осложнение связано с проведением стимуляции контролируемой контролируемой стимуляции овуляции у пациентов. И имеется риск развития в ряде случаев, причем это правило бывает у тех пациентов, у которых уже имеются эндокринные заболевания. И в этом случае в чем сложность? В том, что с одной стороны мы должны дать те дозы препаратов, чтобы получить яйцеклетки, которые способны к оплодотворению, а с другой стороны эти даже минимальные дозы представляют угрозу для развития как раз данного синдрома и даже жизни. Поэтому, да, вот как правило, все эти осложнения связаны изначально с какими-то гормональными или эндокринными заболеваниями. И поэтому можно представить себе, что мы ходим в этом случае по лезвию бритвы. С одной стороны, наша цель — получить яйцеклетки в достаточном количестве, которые могут дать хорошие угроны. С другой стороны, мы не можем использовать те дозы препаратов, которые хотелось бы в данном случае. Других осложнений, как правило, они не описаны или бывают связаны с теми заболеваниями, которые изначально есть у пациентов. Если осложнения уже на каком-то из этапов ЭКО наступили, этапы прерываются, следующий этап не наступают или просто пытаются устранить их и дальше все идет своим чередом? Ну, если мы говорим о кровотечении, то кровотечение носит незначительный характер и не препятствует дальнейшему продолжению этапов ЭКО никак. Проводится лапароскопия, делается гемостаз, то есть остановка кровотечения, и через 5 дней также переносится эмбрион. Если же кровотечение массивное, ну, я, в общем-то, не помню таких случаев, естественно, можно сделать кривоконсервацию эмбрионов и сделать это в следующем цикле или плохое самочувствие у пациентки. Синдромом гипостимуляции все сложнее. Если это легкие формы, они не влияют. Есть методы остановки данного синдрома и успешного лечения. Они не влияют никаким образом на следующие этапы. Но существуют еще вторичные или, так называемо, отсроченные, когда на первом этапе до переноса его нет, а он развивается спонтанно, допустим, на каком-то сроке беременности, то есть независимо от стимуляции. И в литературе описаны синдромы тяжелейшей гиперстимуляции, когда не проводилось лекарственное лечение. И если же мы сталкиваемся с тяжелыми формами, то, естественно, неразумно делать перенос эмбриона. Мы также проводим криоконсервацию эмбриона, лечим данное заболевание и в следующий цикл в спокойном режиме, ликвидировав все отклонения в самочувствии, проводим перенос. Расскажите, пожалуйста, о методе онкофертильности. Что он из себя представляет? Метод онкофертильности – это одно из последних направлений в методах вспомогательной репродуктивной технологии. И если о нем говорить кратко, мы, в общем-то, можем дать возможность сохранения репродуктивной функции у пациентов, которые имеют различные онкологические заболевания. Ранее такой возможности не было. Почему? Потому что на сегодняшний день разработаны методы криоконсервации авариальной ткани, прежде всего. То есть, так как лечение онкологических заболеваний связано с применением высоко токсичных препаратов, и мы уже с вами говорили о том, что вся токсичность любого средства прежде всего влияет на половые клетки. В соответствии с этим, при этой терапии, прежде всего, страдают половые клетки. Таким же негативным влиянием обладают и различные методы, которые используют облучение, радиацию, которые благоприятно используются для лечения, но они негативно, в первую очередь, влияют на половые клетки. В этом случае проводится до назначения данных методов криоконсервация авариальной ткани. Она берется во время известной всем операции лапароскопии. Для этого нужен всего лишь один день для этой операции. Далее пациентка продолжает все виды лечения, которые ей необходимы. Ткань эта замораживается и может храниться вечно, практически. Затем, когда все вопросы решены, осуществляется индивидуальный подбор различных методов вспомогательных и репродуктивных технологий в каждом конкретном случае, как получить в данном случае ребенка. Ну, если, допустим, онкологи разрешают беременеть самой пациентке, в этом случае проводится трансплантация авариальной ткани. А затем все этапы ЭКО, о которых мы говорили, как обычно. И если пациентка может вынашивать, то делается перенос ей. Если же нет, используется суррогатное материнство. Алексей Викторович, как Вы думаете, почему до сих пор в наше время еще существует предубеждение против метода ЭКО? С чем это связано? И встречались ли в Вашей практике люди, которые ввиду того, что не могут иметь естественным путем ребенка, все равно не прибегают к такому методу, как экстракорпоральное оплодотворение? Уважаемая Дарья, существует действительно несколько направлений данной темы. Прежде всего, это религиозная. И ряд религий в общем-то ограниченно относятся к данному направлению. Но не препятствуют рождению детей супругам, находящимся в браке. Эти ограничения распространяются на другие виды ЭКО, такие как донорство ацитов, донация спермы, суррогатное материнство, использование этой программы не у супругов, а у партнеров. То есть речь идет о соблюдении моральных принципов общества, которые проповедуются религиозными организациями или направлениями. Если мы возьмем другое направление, которое связано с индивидуальными особенностями, во-первых, есть предвзятое, допустим, отношение, предубеждение. И, к сожалению, у нас формирована в том числе неверная информация, которая получается из средств массовой информации интернета. Так как обсуждается данная проблема, не совсем профессионально. И, допустим, были получены абсолютно объективные данные, что данный метод не влияет негативно на здоровье детей, не влияет негативно на здоровье мужчины и женщины. Потому что мужчина в ряде случаев тоже подвергается операции, если у него, допустим, трудности с получением сперматозоидов. Все данные операции проводятся малоинвазивными методами и не влияют негативно на состояние как человека, так и его репродуктивных органов. Следующим направлением, из-за которого это имеет негативное, вернее, ограниченное распространение, это прежде всего недостаточное количество специалистов, которые бы могли объяснить все то, о чем мы сегодня говорим. То есть предубеждение от незнания фактически, как с одной стороны, так и с другой. Естественно, естественно. И данный метод позволил в последние годы наметилась хорошая тенденция. Молодые супружеские пары готовятся уже к беременности и приходят к нам в отделение обследоваться предварительно до наступления зачатия. Но дело в том, что на этом этапе мы уже можем выявить, если они пришли самостоятельно и начинают обследование по определенной методике, так же, как для экстракорпорного оплодотворения, и не имеет значения для чего, для какого вида оплодотворения они обследуются. У них повышаются шансы рождения здорового ребенка, так как в процессе этого обследования будут выявлены заболевания, которые могут ухудшить здоровье ребенка и перевести к потере беременности. Алексей Викторович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас, что сегодня были нашим гостем. Спасибо. Это была программа «Поговорите с доктором». Я Дарья Шулик. Берегите себя и до встречи на телеканале ДОН-24. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Лусио».